всем доброе утро всех снова приветствую как серёга переехал с такого более приличного места на менее приличное место сразу же посыпали всякие ну как сказать советы не советы что что-то что-то неправильно делается что берется неправильный грунт серый на черное что чё там было еще то ли чем там люди были недовольны а что это самое шпаклу неправильно один человек написал что даже неправильной водой мы моем что все неправильно уважаемые специалисты то есть пиздобола мы приносим вам глубочайшие извинения но по ходу дела в ближайшее время ничего правильно но к на канале не будет вот и ну есть вы просто тактично так так токсичный человек по природе и ну хотите какую-то желчь выкладывать в комментарии то как бы ну вы уже сделали вы уже показали на свое лицо если вы именно как футбольный болельщик там и куда волосянки мажешь заходи с фланга бери там обычную шпаклевку то конечно welcome сегодня сегодня такого ничего особенного не будет сегодня мы сделаем коротенький обзор на на вот эти вот шлифти которые были очень популярны и ну где-то нам год-два назад когда они вышли сейчас наверно только про них расскажет потому что ему нравится мне нет ему нравится и так только шлифки чем же тебе так нравятся эти шлифки ну то что у тебя есть такое замечательное mercedes где эти шлифки очень сильно пригодятся я думаю всем всем понятно вообще моим любимым стал вот этот потому что вот такой не двумя руками очень удобно ему придать нужную форму тусоваться вот эта штука классно они опять же не очень жесткие на кручение то есть нормально но да тебе нужно какую-то форму придать то что надо вот это монстр вообще не прямых поверхностей немного прогибается какой-нибудь капот крышу ну то есть вот такой капот ты будешь этим воздругивать скорее всего да но сейчас работают этим только из-за причины пылесоса то что у него есть меркерский меркерский тоже гнется или не меркерский гнется но он не не идеален потому что у него гнется только вот эта часть остается прямой ты работаешь не всем сейчас вот на такое но такое бмв чоп ты взял какой взял бы длинный или или так вот что-то покороче пробил площадь вот этим что я делал поначалу как бы шпатло потом уже перешел на этот более мягкий вот эти 22 3 мой вообще ты его никогда не согнешь то если нужно сделать стекло штука будет помощь него такая труба основание которое никогда не согнется мелким мелкий тоже просто просто жесткий просто жесткий блок понятно я вот работаю например вот такими обычными этот дуроблок тоже популярного америке мне нравится что они очень легкие нет нету нету как вот у 3м их старых ты берешь и там прям такой кирпич этот очень легкий не устаешь и дну тоже есть разные формы разные размеры где-то есть и допустим надо сделать какое-то что-то под ребром что-то вытащить можно такими кругленькими или тоненькими обычно самый рабочий или этот или этот я еще бывает использую мягкий 3 муски мне сейчас вычет не найти я не знаю где он у меня типа такого типа такого размера только он как бы мягкий как резинка тоже он облегает достаточно поверхность ну да такого формата то есть в основном тебе нравится за того что они гнутся но машины сегодня не все промедельно ровные прямые форму у них разные бывают да и очень удобно то есть получается вот такой штукой если работать правильно то есть работать диагональ то у тебя никогда не останется мелкой волны будет вот кстати у меня спрашивали тоже про мелкую волну то есть вот это вот от мелкой волны я потом есть ты хочешь запилить этой самой машинкой то тебе просто в ровно держать машинку чтобы тебя не было вот этих скажи честно ты скажи честно ты купил из-за красивых шариков или ты купил чтобы работать сколько вот такой набор сколько там пять штук было всего до 5 штук 200 долларов 200 долларов вот такая штука стоит там клейкую я брал себе под велкро то есть липучка без пылесоса они стоили 200 долларов с налогом без налога 180 если ты берешь под клейку основу то есть будет ровное стекло без ничего здесь и наждачки будут на клею то они получатся ну вот эти для примера там можно найти где-то долларов по 100 наверное качество тоже как только сказал есть они будут без валкро то это будет но доллар 50 наверное вот и что у нас по работе сейчас быстренько покажем столик использует эти шлифки как раз таки чтобы сделать юбку и сделать сейчас вот эту длинную дверь юбка такая ну перекуп вариант она была вся зажеванная всяк вся вся закреканная мы мы ее лепили как только все мы любили лепили из того что было и потом так и пошло она вот здесь уже плохо видно перески здесь все склеено когда-то оригинально вот это вот серебристая часть было серебристый у нас она наверно уже будет просто черный уже не будем париться делать этот серебристый цвет и вот и вот как-то так но так ждать полгода человек попросил восстановить на все скажешь удобно вот эту дверь будет вот таким широким делал это я этим и делал я скажу что другим здесь не подойти как бы чтобы сделать быстро и хорошо но я бы просто взял в маленький я бы взял там раза в три наверно меньше чем это раза в три дольше работал то есть ты хочешь сказать что этим быстрее будет получаться малируй штукатуры вот подобными движениями мы сделаем из этой двери нормально выглящие здесь для тех кто опять там 1020 спрашивает сколько тут чего стоит вот покраска вот одного алимента вот такого примерно это 500 долларов то есть это элемент с каким-то с каким-то небольшим ремонтом вот эта юбка наверно тоже там долларов 500 было потому что там она ну очень сильно засаженная была как это зажеванная поэтому ее пришлось клеить на самом деле никто естественно никто из естественно такой склейкой здесь не занимается просто это идет под замену здесь такое как виде исключения ну и так покажу по работе чем происходит арши стричи все бьются над каменным цветком который выйдет наверно только годика через пол все это собой купляет и эти висеть и к сожалению никак не выезжают должен все-таки уехать вот этот рачок освободить нам место должны доделать этот мерседес тоже освободить нам место и потом может быть все-таки уедет камер и тоже освободить нам место и уже как бы будет место где работать гена малярка мое ремесло спрашивал буду я ли я подводить какие-то итоги месяца нет итоге месяца подводить не буду потому что но это сейчас бесполезно это надо смотреть там через полгода через не знаю может быть вот потому что если мы в этом месяце плюс значит мы просто во что-то не вложились и все значит мы на что-то на чем-то сэкономили и но у нас принципе такой сейчас тестовый период мы будем смотреть что получается что не получается были вот такие тоже большие работы очень много на этом времени потеряли провели по мне не знаю недели три не ну не считая как бы каких-то маленьких работ по покраске может быть немного ну как немного практически машина вся целиком кроме двух элементов и крыши но здесь была проблема такая что предыдущие ребята которые делали эту машину они делали ее видимо так что просто когда пропихнуть на аукцион и все зазоры все какие-то покрашены было так это ну очень плохо мы шлифовывали места места лиму ремонта где естественно был этот светился пероксид и там были просто но дырки от споттера то есть нет не от споттера скорее всего знаете есть такие обратные молотки с этими с гвоздями с гвоздями с винтиками то есть ты пробиваешь дырочку и выдергиваешь за счет того что у тебя болт закручен короче сделано было ну просто ужасно переделать было очень много но действительно прошло пару минут и практически готова и показала некоторые косяки то есть вот здесь вот где-то в этом месте лежала шпаклевка и у того была граница расточки так мы растачивали растачивали всю дверь до железа здесь вот эта граница старого материала видимо слишком слишком жесткую сделали но такой блок все покажет и можно можно это им и доработать чтобы было вот вообще все идеальная выпиловка как есть идеальная выштамповка у нас идеальная выпиловка теперь уже проще перейти на маленький блок и доработать социальные неровности которые остались но большой блок показывает все очень хорошо то есть и площадь пробивает ровно и покажет все ваши недочеты подготовки предыдущие вот такая вот пока что бутовуха и рутина на этом все дальше я думаю что будет наверное может быть немножко поинтереснее спасибо бога бога